В ауле Хельбургана Базинского района составилась научно-практическая конференция «Табуловские чтения-2021». Она проводится ежегодно. На мероприятии вспоминает ученого-основоположника абазинской литературы Татлустана Табулова. В ходе работы конференции обсуждаются проблемы преподавания родных языков, обозначают пути их развития. Альбина Ламкова продолжит тему. Изначально в научно-практической конференции «Табуловские чтения» задействованы и дети. Ранее среди учащихся школ, в которых преподают абазинский язык, устроили конкурс чтецов. Итоги подвели на заключительном мероприятии, где и состоялась церемония награждения учащихся и их учителей. Глава Абазинского района Руслан Кожев, приветствуя гостей, сказал, что с первых дней работы районная администрация сохранение абазинского языка ставит как одно из приоритетных направлений в своей деятельности. Ежегодно организаторами мероприятия выступает Международное объединение Лошара, Карачаево-Черкесский государственный университет имени Умара Алиева и администрация Абазинского района. И при поддержке Министерства республики по делам национальности, массовым коммуникациям и печати. Вспоминая его, изучая его труды, мы продолжаем его работу, продолжаем его дело. Ведь наше дело – сохранить народы нашей республики, сохранить их языки. Наше министерство со своей стороны делает всё необходимое или хотя бы старается делать, чтобы помочь в этом деле. В работе конференции, посвященной известному просветителю-фольклористу, создателю алфавидов на абазинском и черкесском языках, основоположнику абазинской литературы Татлустанум Закиреевичу, приняли участие учёные, педагоги, эксперты, специализирующие по языкам народов Карчаева-Черкесии. В ходе конференции обсудили проблемы преподавания родных языков в средней и высшей школе. Стараюсь всегда участвовать или в очном формате, или в заочном формате, участвовать в работе этой конференции, потому что те проблемы, которые обсуждаются на этой конференции, они являются проблемами не только абазинского языка, абазинской культуры, но и наших народов Карачаева-Черкесии и России, потому что стоят одни и те же задачи. Это в первую очередь сохранение и развитие наших языков. На пленарном заседании были заслушаны пять докладов, и их тема вызвала оживлённую дискуссию в зале. В ходе обсуждения поднятых проблем были высказаны предложения, которые вошли в итоговую резолюцию конференции. Альбина Ламкова, Анжела Джебекова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева-Черкесия, Абазинский район.